А вы знаете, что Токаев не имеет права быть президентом? Потому что, согласно закону, претендент на пост президента должен последние 15 лет непрерывно проживать на территории Казахстана. А как вы знаете, до 2013 года он был заместителем генерального секретаря ООН. Соответственно, он на территории Казахстана не проживал. Он уже нелегитимный. Я уже не говорю о том, что выборы в 2019 году были сфальсифицированы. Теперь вернемся к выборам нынешним. Партия власти Аманат начала нарушать уже до начала агитационного периода свою агитацию. 17 февраля она уже была замечена. Огромные билборды в центре Караганды были замечены. Я уверен, и в других городах они висели. Но после шума в соцсетях они начали быстро-быстро снимать эти билборды. Соответственно, они уже признали за свой их свой косяк. Теперь, когда 18-го выбора начались предвыборные кампании, они начали совсем грубые нарушения совершать. Они развешивают листовки в неположенных местах, запрещенных местах, в торговых домах. Нарушают правила расположения листовок. И ни ЦИК, ни прокуратура не обращают на это внимания. Но однако же нас, независимых кандидатов, Марата Жламбаева, Бибегуль и Монгалиеву, и меня оштрафовали за то, что мы начали, оказывается, заранее предвыборную кампанию. Нас всех оштрафовали. Наши посты в соцсетях, где мы просили помочь нам финансово для сбора депутатских взносов, они посчитали это агитацией. Хотя Аманат, допустим, заходит на выборы бесплатно, а мы должны миллион пятьдесят тысяч заплатить. Так вот, мы подали иски в Верховный суд за грубые нарушения партии Аманат, чтобы их сняли с выборов. По закону они их должны снять с выборов. Но до сих пор нет ответа от Верховного суда. Прокуратура молчит, Центральная избирательная комиссия молчит и не видит грубых нарушений со стороны партии Аманат. И это мы отсюда делаем вывод, что эти выборы уже можно считать нелегитимными и признать их уже нелегитимными. Волга-Казахстан.